Был пасмурный летний день. Фил, как обычно, шел на тренировку по боксу. Мимо проезжали крутые тачки. Его богатые сверстники уже имели автомобили и красивых подружек, а он ходил пешком. Его это очень бесило. С плохим настроением он пришел на тренировку по боксу и начал вымещать свою злость на груши. Вы все стали дряблыми. Где ваши мышцы? Но, босс, мы же много работаем. У нас нет времени на тренировки. Дон Карлос был очень недоволен своими гангстерами. Вчера они приехали к мяснику выбивать долг. Мясник отказался платить. Началась драка, в которой проиграли гангстеры. Им стало обидно и они применили огнестрельное оружие. Дон Карлос заплатил полицейским очень много робаксов, чтобы замять дело. Отправляйтесь по спортзалам. Переманите спортсменов в нашу мафию. Нам нужны свежие силы. Бандиты разъехались по разным спортивным клубам. Крюк и Большой Блин заехали в клуб, где занимался Фил. Они сразу приметили его. Он был самым сильным среди всех. Ты сегодня молодец. Хорошо поработал. Когда же я смогу зарабатывать робаксы на ринге? Ну, лет так через пять. Выведем тебя на профессиональные бои. Но это же долго. Я хочу заработать на тачку. Гангстеры подслушали разговор боксера с тренером и поняли, что надо делать. Алло, Мурка. Встретимся задом через полчаса возле Макдональдса. А, поняла. Все как обычно. После тренировки Фил вышел на улицу. На парковке стояла крутая тонированная тачка. Парень с восхищением начал рассматривать ее. Из-за тонировки он не заметил, что в машине кто-то сидел. Эй, парень, хочешь порулить? Да, конечно. Счастливый боксер уселся за руль и нажал на педаль газа. Когда они ехали по центру города, он выглядывал в окно и кричал прохожим, чтобы они видели, кто за рулем. Потом они заехали в МакАвто, взяли колы, бургеров, хрустящие картошки фри и хорошенько перекусили. Потом они поехали в сторону дома Фила. По дороге произошла авария. Ты что сделал? Но вы же меня подрезали. Держи дистанцию, молокосос. Ремонт будешь оплачивать сам. Извините, мэм. Вот, мы заплатим за него. Довольная женщина взяла Робакса и уехала. Бандиты объяснили Филу, что он теперь должен Дону Карлосу. Ему придется отрабатывать. Его привезли на базу. Фил впервые увидел крестного отца мафии. Местный мороженщик не хочет платить. Разберись с ним, и я прощу тебе долг. Они отправились на дело вместе с большим блином. Мороженщик торговал в парке. Блин наехал на него. Мороженщик достал тесак, кинул блина, закрылся в своей лавке и вызвал полицию. Фил не стал терять времени. Подогнал машину поближе к фургону, протянул шланг от выхлопной трубы прямо в скважину и начал газовать. Выхлопные газы заполнили фургон. Мороженщик начал задыхаться. Как только он выбежал на улицу, Фил накраутировал его одной левой. Когда приехала полиция, гангстеров уже не было. Кто на вас напал? Простите, я перепутал, все хорошо. А что это за красное пятно? Ах, это клубничное мороженое. Приходил отец с ребенком. Мальчик купил мороженку и случайно уронил ее. Бедняжка начал плакать, а у отца не было денег на вторую. Я пожалел парня, дал ему новую мороженку. Полицейские подозрительно посмотрели на мороженщика, но повода не было. Им пришлось уехать. Дон Карлос похвалил Фила за хорошую работу. Парень получил именной пистолет с гербом мафии. Я прощаю твой долг. Ты можешь вступить в нашу мафию. Раблоностро. Бандитская романтика вскружила голову молодому спортсмену. Он согласился. Теперь на его руке красовалась татуировка, означающая, что он член мафии. Фил вернулся домой очень поздно. Тихонько пробрался в свою комнату, спрятал пистолет под подушку и лег спать. Ему приснилось, как он стал очень крутым гангстером. На крутой тачке приезжает в казино. Все его знают и уважают. Он тратит много денег и не переживает, что они закончатся. Потом они с большим блином грабят банк. Банкир открывает хранилище. Там куча рабаксов. Полиция преследует их по загородной трассе. Впереди разрушенный мост. Но Фил давит на газ. И они взлетают. Фил проснулся от звонка телефона. Дружище, срочно приезжай. У меня проблемы. Сегодня ночью Крюк проиграл в карты и еще остался должен. Но он не стал отдавать долг, а просто свалил с вечеринки. Скинхеды узнали, где он живет. Подожгли его тачку и требовали 10 тысяч рабаксов. Фил быстро приехал на место и без разговоров уложил всех скинхедов. Надо это дело отметить. Идем в Макдональдс. Я угощаю. В это время мать Фила убиралась дома. Она решила заправить кровать сына и нашла пистолет. Рой, посмотри, что я нашла. Брат Фила, Рой, был полицейским. Он узнал знак мафии на пистолете и отправился в их логово. Фил и Крюк хорошенько перекусили. Когда они подъезжали к своей базе, Фил увидел своего брата. Гангстеры куда-то тащили его. Дон увидел Фила и что-то пытался объяснить ему, но боксер уже ничего не слышал. Машина врезалась в стену. Фил очнулся в больнице. Тихонько встал с кровати и посмотрел в коридор. Возле соседней палаты стоял телохранитель Дона. Парень подкрался сзади и вырубил его. Взял пистолет, забежал к Дону и выпустил в него всю обойню. Это тебе за брата. Ты неправильно все понял. Твой брат жив. Перед смертью Дон рассказал, что Рой тоже работал на мафию. Он был продажным копом. Рой не хотел, чтобы младший брат тоже стал гангстером. Пришел к ним и начал орать. Бросил пистолет на пол. Пистолет выстрелил. Они пытались отвезти его в больницу, но Фил приехал не вовремя. Эй, брат, ты арестован за убийство крестного отца мафии. Ребзики, если вам понравилась эта история, то давайте соберем 50 тысяч лайков и я сделаю продолжение.